приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы на создание этого видео наш нас подвиг пост нашей подписчицы инны кирсановой пост фейсбуке о том как она приготовила по нашему рецепту сыровяленую колбасу как у нее классно получилось ну и собственно говоря под этим постом было куча вопросов поделитесь секретом какие нюансы и так далее и тому подобное поэтому мы решили приготовить самую простую сыровяленую колбасу которую может сделать человек вообще ну просто без всякого опыта и также лариса подготовила вот такой вот реферат достаточно объемный о секретах каких-то нюансах сыровяленя не буду этот реферат сейчас зачитывать весь этот текст я размещу в описании видео для того чтобы вы дорогие друзья и подписчики могли с ним познакомиться и использовать уже в приготовлении своих колбас не только вот такой вот простецкой сыровяленой колбасы а и более сложных ну которые собственно говоря вы видели наверное если следите за нашим видеоблогом мы делали салями милана и салями напали и итальянскую салями классическую вот решили приготовить но повторюсь самую простую сыровяленую колбасу свиную сыровяленую колбасу рецепт который сможет сделать любая домохозяйка или любой хозяин совершенно совершенно спокойно и ну без всяких напрягов ну и соответственно все все нюансы все этапы изготовления мы покажем и расскажем в этом видео в первую очередь мы естественно подготовили мясо мы будем делать килограмм колбаски взяли 400 грамм нежирной свининки и 600 грамм жирной свининки также нам понадобится 28 грамм нитритной соли нитритная соль продается ну мы покупаем ее в интернет-магазине ем колбаски я всегда упоминаю этот интернет-магазин потому что он доступен как в украине так и в российской федерации поэтому очень удобно рекомендовать его подписчикам которые ну которые день готовят по нашим рецептам так вот 28 грамм нитритной соли на самом деле нитритная соль это поваренная соль в которую добавлено 4 процента нитрита натрия то есть на килограмм соли добавляется всего лишь 40 грамм нитрита натрия поэтому она служит и как бы поваренной солью то есть и для придания вкуса а нитрит натрия не дает мясу сереть в процессе приготовления то есть мы получим красивый такой классический цвет вяленой колбасы красноватый а не серый серый такой бесцветный неприятный неприглядный фарш также нам понадобится 4 грамма сахара и смесь перцев смесь вернее специи для сыровяленых колбас тоже покупаем его его и в интернет-магазине ем колбаски но я расскажу что входит в эту смесь перцев чтобы она естественно стоит дороже чем чем самому его приготовить здесь два грамма молотого черного перца один грамм мускатного ореха молотого 1 грамм белого молотого перца и 1 грамм душистого молотого перца то есть но все достаточно просто у каждого хозяина или хозяйки найдется на полочке все эти ингредиенты пахнет вкусно мускатный орех добавляет классного запаха и так друзья для любых естественно можно вы кстати готовим видео с использованием специальных культур бактериальных для изготовления сыровяленых колбас но это будет отдельное видео а это как я уже говорил самый простой рецепт и по самому простому рецепту первое что нам надо сделать это мясо засолить сейчас мы покажем как это сделать для того чтобы засолить мясо друзья нам надо его порезать режем небольшими кусочками где-то 2 на 2 сантиметра если наконец-то заточила нож который я не мог уже месяц заточить большое ей за это спасибо человеческое вот такими кусочками я тут осваивал смежную профессию уложил плитку возле бассейна потому что плиточника которого я нанял в общем мой плиточник занят где-то который у нас сделал все работы а плиточников который которого я нанял оказался рукожопом пришлось ему дать по шее и уволить плитку докладывать самому и мне было не до ножей друзья это лирическое отступление пока я режу мясо наверное не будем вас утомлять этой порезкой я уже показал как я его режу сейчас мы порежем я покажу как его засолить я порезал мяско друзья добавляем сюда нитритную соль еще как бы в сыровяленых колбасах тоже одно из основных свойств нитритной соли она защищает наше изделие вот всяких вредных болезней в том числе от какого-то страшного бутулизма не знаю что это за зверь лаиса знает лариса сейчас за оператора скажу лариса кто такой бутулизм это очень страшная болезнь который лучше не болеть солим наше мяско нитритной солью равномерно чтобы она просолилась и добавляем сюда сахар специи пока не добавляем естественно для приготовления колбасы нам понадобится колбасная оболочка так как мы делаем самую простую колбасу с которой надо меньше всего играться в процессе мы будем использовать натуральную оболочку свиную кишку калибром где-то 35-40 миллиметров понадобится обязательно колбасный шприц но если у вас нету колбасного шприца наверняка есть мясорубка с насадкой для набивки колбас она тоже сойдет хорошенько просолили наше мясо друзья перемешали и накрываем его пищевой пленкой и отправляем в холодильник на двое суток засаливаться где-то при температуре 5-6 градусов то есть то что соответствует там почти верхней полке обычного бытового холодильника после этого друзья вернемся к приготовлению наше мяско друзья засолилась и мы его разделили ту свинину которая у нас была нежирная перекручиваем на мясорубке с максимальным размером отверстий то есть у нас отверстия 8 миллиметров но какие есть но максимальные выбирайте решетку с максимальным размером отверстий а а а а а а а жирную свинину режем на кусочки размером где-то 2 на 2 сантиметра на квадратике ну стараемся порезать на квадратики но собственно говоря режем как получается вот таким вот образом лиза как всегда очень внимательно следит за процессом и интересует свинина но лизе свинину нельзя порежем всю свининку друзья и вернемся мы подготовили мяско друзья и теперь нам надо его хорошенько перемешать с помощью миксера мы используем наш такой вот достаточно большой миксер он же кистомес но можно использовать и ручной обычный миксер помещаем мясо и фарш в чашу добавляем наши специи и перемешиваем его вымешивать надо до состояния так называемых белых волокон когда разрушается структура структура мяса и вот она начинает терять свою цельную структуру как бы и становится очень липкая сейчас покажем поместили мясо в миксер и начинаем его перемешивать будем вымешивать его где-то 3-4 минуты и сейчас друзья вымесится мясо покажем покажем до какого состояния она вымесилась и до какого состояния его необходимо вымесить это надо для того чтобы колбасе чтобы фарш у нас получился липким и чтобы в колбасе у нас не было пусто наш фарш их вымесился друзья и сейчас покажем какого как в каком состоянии он должен оказаться если у вас нету такого планетарного миксера то используйте обычный бытовой миксер и в глубокой кастрюльке насадками для приготовления теста такими двумя закрученными штучками вымешивайте его тоже в течение где-то 3 минут вот мы сейчас мы вмешивали 3 минуты и у нас получился такой очень очень липкий фарш сейчас лариса его покажет вот он практически однородный то есть получилось что фарш очень хорошо размялся и заполнил как бы ну вот он заполнил промежутки между кусочками мяса вот и получается сам фарш вот то мясо которое мы прикрутили на фарш он стал немножко белесым это вот и называется вымешивание до белых волокон и так друзья нам остался на сегодня последний этап набить нашу сыровяленую колбасу мы загрузили наш фарш колбасный шприц и для начала выдавим весь воздух лишний чтобы мясо показалось из цепки аккуратненько это сделаю ваш у нас достаточно густой теперь подготовленную оболочку оболочка какая-то нас оболочка говяжья чрева диаметром 35-40 миллиметров 40 миллиметров оболочку мы покупаем на сайте нашем любимом ебу колбаски перевяжем ее и начнем заполнять нашу колбасу заполнять надо достаточно туго но в то же время аккуратно чтобы оболочка не лопнула крупный фарш надо было крупнее цепку взять следующего размера потому что очень тяжело выдавливается достаточно еще и ну что то я вот так вот оставлять перевязываем ее доходностью наполняем давай наполним плодностью давай пальцы давайте отереваем коротко 100 ск так что мы мы И теперь сформируем из этого две колбаски. Решили все-таки делать две колбаски, чтобы не лопнула оболочка. Вот таким вот образом перекручиваем ее и завязываем. Отлично. Теперь, друзья, вооружимся булавкой. Накалываем нашу колбаску булавочкой. Вот таким вот образом, совершенно хаотично. Просто берем и прокалываем оболочку во многих местах, так сказать. И после этого отправляем ее в холодильник на двое суток на усадку. Просто ложим в холодильник без контейнера, в какую-то мысочку при температуре где-то 5-6 градусов. Пусть наша колбаска лежит, отдыхает, усаживается в течение двух суток. А после этого мы уже будем ее просушивать и начинать вялить. Об этом более подробно расскажем вам, друзья, через два дня. До встречи. Добрый вечер. Наша сыровяленая колбаска пролежала двое суток в холодильнике. Вот имеет такой вот вид. И теперь, прежде чем ее начинать вялить, надо ее согреть немножко. То есть, как говорит Лариса, отеплиться дать ей. Это надо на самом деле для того, чтобы подействовала нитритная соль и чтобы колбаска перед вялением обсохла. Поэтому берем ее и при комнатной температуре, то есть 20-25 градусов, на сутки подвешиваем просто вот так вот сушиться, отепляться. И после этого мы расскажем все нюансы. То есть, вялить мы ее будем самым простым способом в контейнере, в холодильнике, как мы и обещали для людей, у которых нету, ну для наших подписчиков, для наших зрителей, у которых нету камеры для вызревания колбас. Мы расскажем, как ее завялить просто в обычном холодильнике, в пищевом контейнере, друзья. То есть, сегодня мы ее подвешиваем и сутки она у нас висит, отепляется при комнатной температуре. Ну, собственно говоря, до завтра. Ну вот, друзья, наша колбаска отеплилась и нам надо приступить именно непосредственно к процессу вяленья. И мы сейчас попытаемся раскрыть все вопросы, которые задавали наши подписчики по предыдущим роликам, по сыровяленым изделиям. Лариса расскажет, как мы ее будем вялить, какие могут возникнуть проблемы и какие могут возникнуть ошибки. Ну и в первую очередь начнем с того, как завялить колбасу, не имея специальной камеры для вызревания в домашних условиях. Начнем вот с этой темы. И первое, естественно, что мы сделаем, это взвесим. Что у нас получилось? Мы использовали килограмм сырья. Давай взвесим ее. Наверное, сразу ее записать надо. Да, давай простикируем. Ручка вот там вот за этим, за контейнером, по-моему. Нет. Сейчас, друзья, прошу прощения. Нашли ручку, друзья. Сейчас взвесим колбаску. Напомню, мы использовали килограмм сырья. Вот, что у нас получилось? Ну, вот тут, грубо говоря, после всех наших действий с этой колбасой получилось 900 грамм. 900 грамм. То есть, 10% уже. Уже минус 100 грамм. Вот такие дела. Сыровял такая. Сейчас Лариса взвесит каждую колбасу в отдельности, простикирует ее, чтобы потом мы могли сказать, насколько усохла каждая палочка. Простикировали мы колбаску. Потом, когда будем дегустировать, когда уже будет следующее видео по поводу дегустации, расскажем, сколько она потеряла в весе от изначального веса. Ну, естественно, общие. Три палки от общего веса сколько потеряли. Итак, какие же идеальные условия для того, чтобы получилась сыровяленая колбаса? Как это делают профессионалы, имея все необходимое оборудование? Идеальные условия для того, чтобы колбаса вялилась, это, главное, это влажность. В процентном соотношении она должна быть не менее где-то 60% и не выше 70-75%. То есть это идеальные условия и температура должна быть от 12 до 18 градусов. То есть при такой температуре, при такой влажности колбаса вялится, она не пересушивается и получается вот как итальянская, настоящая сыровяленая колбаса. То есть обычно это делают в специальных помещениях, либо в камерах, либо в специальных помещениях для приготовления колбасы. Но мы рассчитываем на то, у нас есть камера, в принципе, для вызревания, но мы рассчитываем этот рецепт для начинающих, для людей, которые первый раз захотели сделать сыровяленую колбасу. И поэтому как мы будем, вот имея просто холодильник, не имея ничего и желание получить колбасу, как мы будем выходить из данной ситуации? Ну, учитывая то, что у нас сейчас уже наступила осень, на улице не так жарко, я думаю, что мы сможем использовать просто холодильник. И если у кого-то есть балкон, лоджия или просто какая-то прохладная комната, можно будет выйти из положения таким образом. То есть мы помещаем нашу колбаску в контейнер, закрываем ее крышкой и помещаем в холодильник. То есть в холодильнике она стоит у нас где-то, ну, наверное, первые 5 дней будем делать таким образом. То есть ночь в холодильнике, день в лоджии. Не вынимая из контейнера. Но это с учетом того... Нет, на балкон надо вывешивать именно, нанимая из контейнера. Вывешивать, да? Конечно. Но это, подожди, это с учетом того, если балкон не на солнечной стороне. Потому что если балкон на солнечной стороне, то там будет сумасшедшая температура, даже при холоде на улице. Ну, я же говорю, чтобы температура была не выше, не больше, плюс 20 градусов, даже лучше, чтобы до 18 было. Почему именно на балкон? Там все-таки есть влажность. Влажность и на балконе всегда проветривание какое-то есть. То есть не в контейнере вы проветривание никак не устроите. Колбаса должна все-таки проветриваться, потому что если ее просто поместить в закрытый контейнер и чтобы там было влажно, так сказать, с большой влажностью, она начнет подгнивать. То есть она начнет покрываться плесенью. Этого у нас не должно произойти. Если просто вывесить на балкон, ну вот в первую неделю, грубо говоря, появляется сразу, может появиться закал, если будет сквозняк. Этого тоже мы должны избежать. Поэтому вот первые 5-7 дней... Подожди, ты объяснишь, что такое закал сразу? Закал. Я вам даже могу, наверное, сразу показать. То есть вот колбаска у нас проветривалась, скажем так, в комнате. При комнатной температуре у нас где-то 20 градусов, да, наверное? И, в принципе, колбаска вот она довольно-таки мягкая, но на краешках, вот если, я не знаю, видно, не очень видно, начала вот появляться вот такая вот корочка. То есть вот это вот, вот это вот, это уже первые признаки образования закала. То есть по всей колбаске у нас такого нету, а вот тут вот есть. То есть если у вас вся колбаска покрылась вот такой вот корочкой, в первую неделю это все, как бы, все признаки закала. В принципе, если такое произошло, ничего страшного, не пугайтесь. Мы эту колбаску берем, увлажняем тряпочку, обворачиваем эту колбаску и помещаем на сутки в холодильник. Она, эта корочка отойдет, и потом продолжаем ее опять вянуть. То есть опять-таки ночь в холодильнике, день на балкончике. То есть резюмирую, не имея идеальных условий, в условиях обычной квартиры что нам надо сделать? Главное, чтобы колбаса у нас не пересохла, или, как говорят колбасники, не появился закал. Для этого на ночь создаем, ставим колбасу в контейнер, создаем чуть большую влажность и чуть ниже температуру. То есть 10 градусов где-то примерно на верхнюю полку холодильника ставим, не на нижнюю. А на день вывешиваем на балкон, на котором, я думаю, что как раз осень, зима, температура около 15-20 градусов, чтобы колбаса немножко проветривалась. При этом следим, чтобы не образовалась корочка, чтобы колбаса не начала пересыхать. Потому что этим мы испортим колбасу. Но это мы сейчас расскажем отдельно о том, какие могут возникнуть проблемы. И вот такой вот процесс, друзья, вот таким вот образом вялится у нас колбаса должна от 4 недель, можно до 6 недель. Со временем, чем дольше она будет вялиться, тем больше будут проявляться вкусовые качества, она будет вызревать и становиться все вкуснее и вкуснее. Но тут важно тоже, главное, чтобы колбаса не пересохла, потому что этим вы испортите все свои труды. Итак, о закале мы уже рассказали. Какие еще проблемы могут возникнуть в процессе того, как мы будем вялить колбасу, Лариса? Ну, в принципе, основные проблемы, это, как мы сказали, закаливание. Второе, значит, ну это на первом этапе приготовления, еще тоже такое, мы не проговорили. Если мы не добавляем специальных ферментов для провяливания, значит, нам нужно еще соблюсти такой один очень немаловажный момент. То есть, набивая оболочку, мясо должно быть, мясо, фарш должно быть холодно. То есть, оно охлажденное, даже чуть-чуть может быть подмороженное. Почему? Потому что, если мы измельчаем именно на мясорубку жирный фарш, он может потечь. То есть, такой вот вязкий стать и сделать такую обволакивающую структуру для колбасы. И потом она будет вялиться неравномерно и жир имеет свойство окисляться. Ну, потом будет не очень такой приятный привкус и, может быть, закисание самой колбасы. Вот. Если, как бы, добавлять ферменты, то, в принципе... Ну, давай ферментах у нас будет о специальных добавках для сыровяленных колбас. Мы снимем отдельное видео. А сейчас мы говорим о том, как просто без всяких заморочек. Следующая проблема, которая у нас может возникнуть, колбаса может начать покрываться плесенью. Тоже ничего страшного. В принципе, это вас не должно смущать. Если смущает, то можно протирать колбасу тампончиком, смоченным в растительном масле. Но, опять-таки, плесени могут быть разные. То есть, если колбаса становится скользкой и плесень зеленоватая и смушная какая-то, то есть, это, в принципе, критично. Ну, это катастрофа. Это надо... Ну, если не сильно покрылось, то есть, вы заметили, на первом этапе ее нужно обмыть, смазать маслицем и ее подсушить немножко. Если это белая плесень, то, в принципе, это полезная плесень. Ее можно не обмывать. Все итальянские колбасы, ну, они все вот с таким покрытием. Ну, иногда даже заселяют специально плесень для... Кстати, в магазине ем колбаски продаются. Итак, продолжим нам о проблемах. Еще одна характерная ошибка. В очень многих рецептах написано, что можно просто на кухне вялить колбасу. Но тогда, друзья, у вас не получится сыровяленая колбаса, у вас получится какой-нибудь сухой суджук с пустотами внутри. Потому что для колбасы очень важна влажность, не большая и не маленькая, вот от 60 до 70 процентов, это идеальная влажность. И важна температура. Естественно, как мы уже говорили, если не можем соблюсти четкую температуру, конечно, если мы можем, если у нас есть помещение с температурой 15 градусов, то это идеально. Допустим, сухой погреб. Вот в сухом погребе одна из наших подписчиков, кстати, делала колбасу и вялила ее два месяца в сухом погребе. Получилось идеально. Она даже в Фейсбуке, в Инстаграме опубликовала посты на эту тему. Какие еще можно допустить ошибки? Ну вот, у нас один раз колбаса заплесневела, один раз высохла. Чего у нас, какие еще траблы были? С пустотами была колбаса. С пустотами. Значит, если мы вялим колбасу самым простым вот таким вот методом, ну, скажем так, ее нельзя оставить, вот просто оставить и все. С ней все-таки придется немножко повозиться, придется побегать и наблюдать. То есть, ну, просто положить в контейнер и закрыть его в холодильнике, ну, так не получится, может образоваться плесень, и она может сгнить и протухнуть. Просто повесить на балконе, она может обветриться, получится закал, может ее покрутить, она будет такими вертолетиками, либо же с пустотами внутри. Поэтому, ну, вот, нужно все-таки с ней повозиться, хотя бы там первую неделю, так точно, чтобы вот получился равномерный, ну, чтобы она равномерно начала вялиться. То есть, вялиться она должна не снаружи начинать, а все-таки равномерно отдавать влагу изнутри. Ну, как бы это основные акценты, на которые нужно обратить внимание. Да, а если у нас, получается, наружная корочка пересыхает, она берется корочкой, образовывается закал, то внутрь уже, как бы, ни воздух не поступает, и она не вялиться, а начинаются какие-то ненужные нам процессы. Она начинает сохнуть, то есть, образовывается, мы же ее, ну, скажем так, часть мяса делали из фарша, то есть, этот фарш усыхает полностью, кусочки как бы распределяются, образовываются пустоты, и получается очень непрезентабельный вид. Хотя, в принципе, на вкус она тоже вкусная. Ну, в общем, друзья, что я хочу сказать, мы будем именно вот с этой колбасой поносимся, в процессе, и после этого снимем видео с дегустацией, покажем вам, что у нас получилось, именно вот таким вот самым простым домашним способом. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, мы обязательно отвечаем на все комментарии. Ну вот, друзья, собственно говоря, приступаем, помещаем колбаску в контейнер и на верхнюю полочку холодильника. Так как она у нас висела, отеплялась, то мы ее сразу же ставим в холодильник до завтра, завтра вывесим на балкончик проветриваться, и так будем с ней играться и следить за ней. Ну, еще, я прошу прощения, то есть в контейнер нужно подстелить хотя бы хоть что-нибудь такое, чтобы проветривалась колбаска, чтобы не просто на дно ее положить, но у нас вот такая вот решеточка есть, можно какой-то коврик там бамбуковый или что-то вот такое. Вот на крайний случай можно полотенце подложить. Ну, идеально, конечно, решетку вот для раковины. Мы покупаем такие решетки для раковины. Очень классная штука. Они продаются везде, стоят сущие копейки и очень хороший эффект проветривания. То есть колбаса не лежит на боку, не соприкасается с пластиком, не образовывается там каких-то пролежней и так далее. Я прошу прощения, еще один момент, который я упустила при вот таком вот приготовлении колбасы, значит, где-то через 5-7 дней может быть такой эффект. То есть колбаса будет мягкая и казаться вот как неплотно набитая. Учитывая то, что мы делаем это в натуральной оболочке, для того, чтобы не образовывались пустоты, ее можно прокатать. То есть прокатать скалочкой, либо положить под пресс. Это будет видно, я думаю, что... Ну, сейчас об этом рано говорить, но как бы где-то через недельку, через дней 5 будет видно, нужно ее прокатывать или нет. То есть если она плотненькая и кругленькая, как бы все нормально распределено, то в принципе это делать не обязательно. А если она все-таки мягкая и вы чувствуете, что было бы неплохо это сделать, то можно либо положить под пресс небольшой вес, либо прокатать скалочкой. Она получится чуть-чуть такая плоскенькая, но не будет никаких там эффектов пустот и тому подобное. Ну, пресс очень просто. Берете две кухонные досточки, между ними ложьте колбасу, а сверху ставите трехлитровую банку с водой. Вот вам и самый простой пресс. Главное следить, чтобы она не перевернулась. То есть несколько колбас ложить, не одну, естественно. На этом, друзья, рецепт сыровяленой колбасы мы будем заканчивать. Надеюсь, что мы ответили на все вопросы наших подписчиков и наших зрителей. Ну, собственно говоря, ждите видео с дегустацией сыровяленой колбасы по самому простому рецепту. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok